Привет, ребята! Всем привет! Мы уже в Риге. Мы уже вчера были в Риге. Сегодня мы продолжаем быть в Риге. Уже не доброе утро, уже добрый вечер, 4 часа дня. Наташа тут сразу начала заниматься своим делом. Нет, не своим делом, а нашим делом. Мы сначала, так сказать, разобрались с нашими помидорами. Мы сказали дочке поливать помидоры один раз в день. Она и поливала один раз, не один раз в день, а через день. Она и поливала через день, но за землей не смотрела. Так что мы приехали, земля достаточно сухая, много желтых листьев. Пришлось их срочно спасать. Вот сегодня мы с утра занимались этим делом. Спасали наши помидоры. Вот, а сейчас я пойду погуляю вот с этим вот парнем. Жестен, правда? Пойдем погуляем? Пойдем погуляем. И заодно расскажу о нюансах, о том, как мы летели с Крита обратно. Так что, кому интересно, оставайтесь. Но это больше, наверное, касается тех, кто сейчас на Крите или кто-то, кто собирается на Крит лететь. Нюансы вот нашего возвращения. Что я увидел в аэропорту. Может где-то ошибки мои, других людей. Ну, на что обратить внимание. Так что поехали. А, кстати, да, сразу забыл. Хотел сразу сказать. Сейчас скажу. Как это? Вежливый сказать. Культурный. Ребята, я не прошу совета. Ни я, ни моя жена. Чем нам заниматься в этой жизни? Снимать нам видео? Не снимать видео? Вести блог? Не вести? Оставьте эти советы при себе. Занимайтесь своими профсоюзными делами. Копайтесь в своей семейной жизни, а не лезьте. Когда я спрошу совета, тогда я, может быть, еще выслушаю. А не стоит учить, чем нам заниматься, как нам это делать. Так что у вас свой бизнес, свои профсоюзные дела. Живите. Делайте профессиональные видео, профессиональные репортажи, стримы. Я не против. Если вам что-то не нравится, проходите мимо. Знаете, как говорят? Будете проходить мимо? Проходите. Так легче будет вам и нам. Не показывайте свою бескультурию. Да? Послушайте советы. Я подошел к нашей машине, хочу проверить вообще. Заводится она, не заводится. Работает. Аккумулятор или не работает? Вроде все в порядке. Джуст, иди-ка сюда. Иди сюда. Иди-иди в машину. Иди-иди-иди. Вот не любит машину, сразу боится. Все, сиди. Сиди, сиди, малыш, сейчас. Попробую завести машину. О, ребята, машина завелась. Машина завелась без проблем. Вот что такое хороший аккумулятор. Как-то я купил. Давно не сидел в своей машине. Давно не сидел. Давно с вами не ездил. Вот. А машина мне сейчас нужна будет. И сейчас я расскажу, почему она мне нужна будет и зачем. Так, время у нас есть 4 часа дня. Я думаю, я сегодня выпущу это видео. Потому что немножко есть интересная тема. Именно по Криту и по возвращению домой. Так. Ну что, можно выключать, в принципе. Идти гулять с малышом. А то он думает, наверное, что я его обманул. Ну, пойдем, пойдем. Пойдем на улицу. Что не любит джуст, так это ехать в машине. Я не знаю. Я мало видел собак так в своей жизни. Не любящие. Во-первых, джуст не любит в машине сидеть. Не любит в ней ехать. И не любит купаться. Вот не знаем почему. Когда был маленький, мы с ним ездили на озеро. Он вроде плавал. Выплывал. Но потом в один момент он просто не любит. Он боится воды. Даже когда мы его купаем дома. Это цирк. Он дрожит, как осенний лист. Сейчас расскажу, зачем мне нужна была. Будет машина. Дело в том, что там в один из дней на Крите я, по-моему, волной забил себе ухо. Ну, видимо, не совсем оно уже было чистое. Не, оно не болит. Я не надул его. Просто чувствую, что там пробка. Хотя первые дни, там, пару дней назад у меня были, как бы, такие выстрелы в ухе. Ну, как стреляла. Постреливала, так сказать. Вот. Но в боль это не передалось. То есть, боль бы, как бы, боль ушла. Но я чувствую, что у меня там пробочка. Вчера там немножко дал Наташе пошелудить там. Дал Наташе там, чтобы она с палочки, с ватой что-то поковыряла. Там, может быть. Не, Наташа слишком как-то так по-садистски залезла мне в ухо, что я решил не... Ну, его в баню. Не буду рисковать. Лучше схожу сегодня к врачу. Вот. Ну, а как? Понедельник. Записаться на понедельник достаточно трудно. Записался только к платному. Ну, не знаю. Походу, моя страховка работает. Так что после шести часов поеду поеду к Лору. Пускай прочистит мне и одно, и второе ухо заодно. Потому что второй тоже что-то как-то там под это самое под пробит. Тоже как-то это я уже вчера там что-то залез. Очень радово чистить уши по утрам. Вот так, ребята. Так. Выбрали за джустом. Выбросили мусор. Так вот. По Криту. Ну, в принципе, о чем я хотела поговорить. Именно нюансы возвращения с Крита. У меня тут знакомые уже спрашивали и в соцсетях спрашивали что ты там нашел? Малыш, пойдем. Пойдем. Погуляем. В соцсетях спрашивали как там с возвращением в Ригу. Какие там проблемы. Есть проблемы? Нет проблемы? Сколько народу в аэропорту в Ираклио. значит так, ребята. Автобус Левконика Бэйк к нам приехал вовремя. Вовремя, значит. Ну, как и обещал. Ну, по-моему, там на 5 минут позже и то он подъехал. Я на рецепшн спросил, какому именно месту он должен подъехать. Сказали, на том углу мы ждали. Потом я просто увидел, что он стоит с другой стороны. Ну, ладно, суть не в этом. Короче, вовремя. Залезли мы в автобус и зрительно до Ираклиона сколько там, полтора часа набрался, в принципе, полный автобус. когда прилетели, ехали, ну, как, ухо реально пробит. Пробка. Точно. Но съехал человек, может быть, ну, 15, наверное, с аэропорта. То сейчас был полный автобус. И все летели в Ригу именно на этом рейсе. Ну, приехали достаточно быстро. Вот. Когда заехали в аэропорт, поднялся на борт этого автобуса представитель компании Alida Tour. Ну, как вы там его звали? По-моему, звали Михалис. Ну, ладно. Не это главное. Он поднялся с такими анкетами и выдал каждому по одной анкете, которая нужна была. Вот внимательно, ребята. Он сказал, ее нужно заполнить для Риги. Для Риги, а не для Ираклиона. Потому что, как я понял, многие из-за этого автобуса, из других автобусов посчитали, что поскольку мы такую же анкету сдавали, ну, почти такую же анкету сдавали в Риге, на регистрацию, что надо будет как бы здесь сдавать. Нет, ребята, это анкета для Риги. Вот. Но этот момент, он немножко как бы притупил, что ли, внимательность людей в аэропорту. Потому что, когда мы зашли, народу, блин, в аэропорту, реально, там улетало с нами, в принципе, я сейчас скажу, 4 рейса. Да, только 4 рейса. Как сейчас помню. Дрезден, Париж, Катовица и Рига. Ну, народу было немерено. Вот. И все встали почему-то в одну очередь. Я так посмотрел. Ёлки-палки. Она же стоит... А! Еще. Этот самый в автобусе он сказал, что Рига летит, регистрация для Риги на рейс 12-й. 12-я стойка. А те, у кого этот супер-класс какой-то там, у них 11-я стойка. Ну, вот, когда встали, в эту очередь, все почему-то встали в какую-то 14-ю стойку. Я пошел, посмотрел, спросил, а куда мы стоим? Говорит, на Ригу. Я говорю, так вы же в 14-й. Говорит, нет, она потом переходит якобы в 12-ю. Ну, хорошо. Постоял, постоял, слышим объявление идет. Рига также и в 11-ю стойку. То есть, уже не только там супер-класс, то есть, всех в 11-ю стойку. И еще заметил, что люди в большинстве своем почему-то так ускоренно заполняют эту анкету. Они, наверное, забыли или не поняли этого момента, что анкета нужна именно для Риги. Более того-то, ну да, там на латическом языке она, в принципе, распечатана. Вот. Ну ладно. очередь она разделилась на две очереди, на 12-ю, на 11-ю стойке. Но люди посчитали уже все, закончилось это дело и стоят. И тут идет большое объявление, такое большое, громкое объявление, что дважды причем я слышу, что Рига также идет регистрация по 10-й и 9-й стойке. народ как стоял, так и стоял. Я спокойно с супругой взял чемодан и подошел к 10-й стойке. Ну, на ней, да, на ней продолжала быть надпись, что регистрация на этой стойке на Дрезден, на 10-й и на 9-й. Но девушки же стояли с нашего самолета и говорили, что это Рига. Причем говорили достаточно громко, а очередь стоит, одна, вторая смотрит на этих девушек и как будто не слышит их. Я говорю, потому что большинство людей заняты этими анкетами. Передо мной, передо мной на этой стойке стояла там одна семейная пара и ребята там с детьми. Ну, их пропустили без очереди, даже вообще не пошли на 9-й. Буквально 5 минут я уже сдал чемоданы и получил ну, как это, бординг, бординг, билет, посадочный талон. Вот, я получил. Самое интересное, что мы переживали за каждый килограмм, у нас притык было, потому что чемоданы гадские всегда весят больше, чем надо. ну, вот, что я хочу сказать, весы у нас не работали, мы поставили чемоданы, я смотрю, они выключены, весы, просто выключены. Вот. Получили мы, а люди продолжают стоять, они не понимают, что 9-я, 10-я стойка тоже регистрация на Ригу именно, только вот за то, что там написано, потому что не слушает объявлений, заняты какими-то другими делами, особенно вот этой анкеты. И когда я уже отходил, а поскольку вы сами понимаете, что люди друг к другу уже как-то примелькались, кто, как в прошлый раз летели, кто в автобусе ехал, начали соображать, что это тоже на Ригу. И тогда уже толпа, грубо говоря, рассосалась по четырем стойкам. Ну, я не знаю, мне казалось, что почему-то на Ригу летит такое количество людей, совершенно не 180, я думал, там человек 200-250, потому что потом в этой, когда уже пропускаю, там, когда начинается посадка, очень такая конкретная была. Жесто. Ну, что там, что-нибудь нашел интересное? Пойдем здесь. Пойдем здесь, малыш. Гуляем сейчас по нашей роще, здесь были теннисные корты, это плявники Рига, напоминаю, кто не знает. Ну, скажу такое, первоначальное впечатление, о вот этом моменте, в Ригулеоне. У меня был, как был хаос, да, так и остался, никаких изменений я не заметил. Но потом немножко так сообразил, наверное, что-то они тут поменяли, все-таки, когда ты прошел регистрацию, все-таки как-то происходит побыстрее. Пошел быстренько этот контроль, заметил то, что, конечно, воду брать с собой нельзя, но наученный этим опытом, когда мы летели из Риги, когда мы вообще ничего не взяли с собой из ясного, да, то здесь я завел с собой и конфеты, и персики, или абрикосы, не знаю, большие такие. В магазине купил Наташи и круассаны без проблем. Привет еще раз, ребята, вот сейчас Наташи смеемся, что я тоже лохудер, потому что окончание вчерашнего видео я говорил на просто воздух. Батарейка, казалось, села, а я это только заметил сейчас. Вот, что я хотел сказать, я там остановился на том, что пронести с собой в самолет съестные припасы, да, кроме воды и там маслосодержащих нет проблем, то есть мы взяли с собой конфеты, круассаны и персики, то есть без проблем пронесли, ну вот воду, да, нужно, конечно, заранее выбросить, но мы люди опытные, как бы, да, в полетах, конечно, выбросили все в аэропорту. В самом аэропорту вы в дьюти-фри воду не найдете, там есть две стоечки, где продаются, можно купить воду, помимо просто воды, можно и колы, и пепси, там купить такие, грубо говоря, безалкогольные напитки и вода там пол-литра стоит 50 центов, в дьюти-фри вы не найдете воду, никакую, ни газированную, ни без газов, также я заметил в дьюти-фри, что нету пива в продаже никаких, ни по одной баночке, ни по 6, ни по 12, вообще не было в продаже пива, видно, из-за какой-то там, какой-то политики антиалкогольные, но были шкалики, да, там от одного и выше, там и раки, и узо, и коньяк, и водка, и вино, то есть можно было покупать, потому что в самолете это, конечно, стоит втридорого, вот, в принципе, это все, что я хотел сказать, чем дополнить вчерашний момент, да, когда батарейка села, вот, и еще хочу сказать, что вы, выпускаете еще два видео, наши последние, там часы в Ритимно, где мы там с Наташей конкретно погуляли и покушали, заправились, так сказать, на весь период, так что нам двух куросанов по одному каждому хватило, и персиков, вот, ну, а также второе видео, это уже наша поездка на автобусе из Ритимно в аэропорт, и первое впечатление на хождение в аэропорту, там тоже советы такого же типа, как я сказал и здесь, вот, так что вот на этом я заканчиваю, видео начатое вчера, завершенное сегодня, заходите к нам на канал, ну, главное, берегите себя и своих родных, все, покеда, удачи вам!